Чрезвычайная ситуация. Так, глава Башкирии отозвался об экстремальных морозах в регионе. По республике столбики термометров опускаются ниже 45 градусов. Между тем, машина может не завестись уже при минус 20. Чтобы раскочегарить свою ласточку даже в трескучую стужу, необходимо следить за состоянием свечей, аккумулятора и своевременно заменять масло. Включаем зажигание, включаем ближний свет фар, включаем дальний свет фар и включаем вентилятор печки. И засекаем 15-20 секунд. Такой ритуал автоэксперт Александр Зеленцов советует проводить перед каждым запуском. Он усилит работу пускового тока с 40 до 80%. Если и после этого машина не завелась, придется лезть под капот. Необходимо открутить один из хомутов и вытащить гофру. А на дроссельную заслонку побрызгать аэрозоль с эфиром. В его основе спирт. Автомобильный спирт запускается на 99,9%, даже в минус 45 градусов. Перед тем, как оставить авто на улице, стоит побрызгать силиконовой смазкой на замки и проемы. И тогда, в случае перепада температур, они не замерзнут. Если вы передвигаетесь на своих двоих, то к выходу на мороз нужно подготовить организм. Согреваться едой или напитками на улице не стоит. Из-за холода сосуды сужаются, а при употреблении горячих продуктов расширяются. Это вредно для сердца. А вот за полчаса до выхода можно употребить так называемые термодженики. Это продукты, которые ускоряют обмен веществ и согревают тело. К ним относятся специи, горячие бульоны и питье. Кстати, чтобы сделать напиток, совсем не обязательно быть искушенным кулинаром. Мы приготовим имбирный напиток. Это такое средство с новогодним флером. В это нам поможет Евгения Кумбан. Евгения уже 15 лет работает в Бористо. И, собственно, она знает, как приготовить по-настоящему вкусный напиток. Понадобятся горень имбиря, лимон, молотая корица и мед. Сорт можно выбрать по вкусу. Шинкуем растения и режем плод дольками. Выкладываем все ингредиенты в сотейник и посыпаем их корицей. Несколько щепоток будет достаточно. К получившейся смеси добавляем 2 столовые ложки меда и заливаем туда пол-литра воды. Ставим сотейник на средний огонь и помешиваем напиток, чтобы мед растопился. Он будет готов спустя 10-15 минут. Вкус очень приятный. То есть, несмотря на то, что здесь имбирь, горчинка практически не ощущается. Но она балансирует между лимоном и медом. То есть, меда не слишком много, то есть, есть баланс вот такой вот переходящий. Самый эффективный способ не замерзнуть – это, конечно, правильно подобрать одежду. Как это сделать, рассказали в Управлении гражданской защиты. Спасатели всегда готовы к холодам. Носят многослойную одежду и закрывают уши и лицо. Кожа там наиболее чувствительна к морозу, рассказывает пресс-секретарь УГЗ Яна Калинина. Баф чем удобен? То есть, в отличие от шарфа, во-первых, он ни за что не цепляется, во-вторых, его удобно. Полностью закрывает, оставляет только глаза. Не стоит носить металлические украшения. Обувь должна быть на толстой подошве, а также непромокаемой и свободной. Прослойка воздуха удерживает тепло. Уже на улице нужно дышать медленно, неглубоко и желательно носом. Его полость устроена так, что воздух успевает согреться, когда доходит до легких. Важно также не стоять на одном месте. Из-за длительного пребывания на одном месте мерзнешь быстрее. Чтобы этого избежать, трите руки друг об друга, стучите ногами, шевелите пальцами ног, прыгайте и делайте круговые движения руками. По возвращении домой нельзя пить горячий чай и применять теплый душ. Это приводит к резкому расширению сосудов в организме. Лучше дать организму адаптироваться к новым уже условиям. И примерно через 20-30 минут можно пить чай и принимать душ. Если же после или во время пребывания на улице вы чувствуете недомогание, необходимо обратиться к врачам. Актуальные номера экстренных служб на ваших экранах. Позвонив по ним своевременно, вы сможете сохранить здоровье и спасти жизнь. Артем Сулейманов, Штам Мукманов. Столичное телевидение. Вся Уфа.